Встретишь ли мне на лесте сердце жестокого, Будет ли зависть следить за тобой, Бог не оставит тебя одинокого, Если к нему ты прикрылась с мольбой, Если ты будешь доволен судьбою, Счастье пойдет самок широкой рекой, Все же, а если закрыт за собою, Бог неизменно не будет с тобой, Если ты с ними мали застывши, Вспомни, когда ты счастлив за другое, Сколько вы оттягивали полотенцем, а? Ну, не только вакуярки, За Боги забывши, Ну, все оттуда достаньте полотенце и вытирайте зиму. Сила молитвы несет утешенье, Сила молитвы победы в залог, Ты отойди куда-нибудь подальше, Сто стола, ты меня засылаешь ее. Широкая сильная. Сила молитвы несет утешенье, Веришь, что на помощь придет тебе Бог. Все. Все. Вытирайте быстрее стол. Быстрее. Давайте, учебники, все. Пересаживайтесь. Так, все, молимся за стол. Телефон. Подсоединяй. Не прекращай, так дальше продолжай. Телефон. Давай я почитаю. Не вопрос. Давай, ты будешь везти, а я буду читать. Какую-то сумму в голове. Должно быть хорошо. Отлично. Царю небесный, утешителю души в стены, И в железде, сын, и вся исполняй сокровище благе. И в жизни подателю приди, силися вны, И очисти мне от всяких осквереных, И спаси благословище души нашу. Благословенный Господь наш, помоги нам в словах твоих святых Видеть только истинный путь. Даруй Господи, все пройти, не уклонившись ни направо, ни налево. Помоги Господи избавиться от всех козней вражеских И победить сатану. И победителями наследовать царство, которое ты уготовил святым твоим праведным. Благослови Господи всех, кто еще не познал имени Твоего Святого. Принять то, что сегодня мы распространим, Слово Твоего Святого Святого. Даруй Господи, еще быть верными. Чтобы не застигло нас в последние времена этих людей, Которые вокруг нас, неготовыми. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Евангелие от Матфея, 8 глава, 1 стих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народов. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, сказал, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Толкование. Рассудительный прокраженный, чтобы не воспрепятствовать мучению, Не взошел на город. Но когда Христос сошел с горы, он поклонился ему и показал великую веру. Он не сказал, если помолишься Богу, можешь меня очистить, Но если хочешь. Вопросы. Ну, можно вопросы? Да. А что побуждает людей задавать такие вопросы? Вот в данный момент, что побудило его задать такой вопрос? Ведь были какие-то предпосылки, наверное, Что он именно так задал вопрос. Странно. И мы, толкование не говорит нам, что он странно задал вопрос. И случайно. Он не случайно его так задал. Почему? Какие-то качества самого человека это, Или качества самого Господа, За которым ходил этот прокаженный и слушал его. Что побудило его? Или те люди, которые окружали его? Или люди, которые окружали Христа? Что-то же побудило его задать? Такой именно вопрос. Дело все в том, что это для нас важно. Когда у нас священники начнут с прихожанами задавать такие вопросы? Когда дети наши начнут такие вопросы задавать? Как сегодня правильно Надя Дмуха сказала, А что ты про моего мужа говоришь, что он на благовестие не ходит? У нас почти вся община такая. Я говорю, вот он корень где. Надя, ты правильно в самый корень ударил? Вот у нас такая вся община. Молодец, почти, говорит вся. Я говорю, да. И я не хочу, чтобы наши дети были в это почти входили. Пускай они должны в почти входить. Пускай они не такие, как отцы будут, и как матери. Я говорю, что ты защищаешь? Зачем? Что за защита у тебя? От кого ты защищаешь? Ты от Христа защищаешь детей своих. Зачем? Что побудило такие вопросы задавать? И что побудило меня задать вопрос нашему епископу в 2002 году, когда мне Игнать Игнатьевич сказал, что провокацию сотворил. Я спросил, а что с нами-то будет? Я просто спросил, я сразу понял, где мы можем оказаться. И мы сейчас видим, на какой грани все это находится. Хорошо с нами есть такой муж веры. А батюшка спокойно принимает там это от епископа, молится за патриарха и так далее. Не было бы мы от Тихоныча, уже бы вопрос стоял, идем в московскую патриархию или нет. Вот те и вопросы, почему я задаю их, скажи мне. Почему он так задал? Потому что он неравнодушный был к своей судьбе и к судьбе других людей. Он не только о себе в этот момент думал, и Христос понял это все, что он верующий по-настоящему. Сегодня вообще простой был вопрос. Простой вопрос о детях. Начал рассказывать, да не о наших детях, а о тех детях, которые там и как бы пострадавшие. А меня больше заботит, где правда, кто был правильно. И эти дети, которых наказывали, или эти люди, которые в тюрьму сели уже, воспитательницы, они молодые женщины, красивые. У них у самих дети есть. Что побудило их так поступать, таскать их там и так далее? Вот надо было до чего докапываться-то. А не до того, что вот они плохо за ручку тащили в темную комнату. А как с ними еще, с детьми этими, если они матерятся уже? Что нас побуждает задавать эти вопросы? Ты имеешь в виду, не вопрос, а что он сказал? Если хочешь, можешь меня очистить. Вопроса-то не было никакого. Ну, само выражение. Выражение, да, выражение. Если хочешь. Не вопрос, а выражение. Я не сформулировал неправильно, да, извините. Почему он спросил, если хочешь, он может сказать, то очисти меня. Все, а вот именно если хочешь. Он должен был так сказать, ну, ты пророк божий, молись к Богу очистить меня. А вот ты, если хочешь. То есть тут как бы такое... Он к нему обращается как к Богу, и Господь, видя его веру. Брат, можно? Не как к Богу, а он обращается двояко. Как бы сам этот человек ставит под сомнение то, что правильно он понимает, что Христос просто пророк. Или это дело было Божие. Как бы... Ну, такого же не было, чтобы Бог сходил, понимаете? Нет. Это было, чтобы Бог сходил. Было. Моноя вспомним, что ангел Господень сошел. Но он всегда говорил от имени Господа. А Господь так не говорит от имени Господа, понимаешь? Он говорит как бы от себя. И он не понимает. Он слушает его, и он знает Слово Божие, чувствуется этот прокаженный. И он как бы говорит, ну, а как мне обратиться-то к нему? Сейчас обращусь, и обижу, может быть. Ну, неправильно сделаю. И он говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Тут двоякое. Если хочешь, то есть как Господь, вдруг прям... Вдруг не хочет. Не-не, не то, что не хочет, а он как бы думает, ну, вдруг это прямо ангел, понимаешь, впереди, а не просто человек. Он не мог думать, что это сам Бог, но про ангела мог подумать. Вот в чем дело. И он как бы вот так обращается, если хочешь, ну, ты же прям пред Богом предстоишь. То, что он Бог, это вряд ли нет. Не верю. Он грешник, он чувствует, что он в грехах. Что ты говори? Может, он решил, что ты сказал ему, потому что это его воля, как он хочет, чтобы исцелить или не исцелить? Ну, правильно. Ну, неплохо сказал мне. Тоже ты как это, прокаженный, прям молодец. Да. Всем опросим выздоровления, но в конце добываем, надо будет воля твоя. Иногда нам и полезно, полезно для смирения, гордыни нашей. Пока вот маму, пока меня Господь бараньи рук не согнул, то есть я не поверил. Так вот и маму твоя полезно, когда уже, говорит, со всех щелей, говорит, все еще гордимся. Игнатик, Игнатич, что у нас сейчас? Безразличие. Уголовная статья какая? Мне казалось. Начинает додуматься даже опытный юрист. А на безразличие это, вот и слетел этот, Чернобыль и все остальное. Безразличие, на какую сторону выехал на дороге, встречное движение, невинные люди погибли. Безразличие. Безразличие к тому, что там было, не исследуют. Вот сейчас конкретно. Занятия начались, притом не сразу. Еще пели, еще убирали вот это вот с уборкой. Я не знаю, что делать. Какое не примет решение, они будут оспаривать его. Вы утробные. Четыре раза ходил, только с кухни выгонял. Четыре раза. И туда, сюда. И ни стыда, ничего нету. Продолжает дальше. Пришел, копаются, одна, эти двое стоят там. Занятия начались. В комнате эти сидят друг на друга, устаялись, не насмотрятся никак. Но вы же все время встречаетесь друг к другу. Вот она такая еще. На пятый раз подошла. А почему? Это и внутри. Вот это безразличие, это все равно. А мне все равно. Это у бакиста поется. А тебе все равно, что спаситель страдал. А тебе все равно. А тебе все равно. И повторяется неоднократно. Жизнь дается один раз. А тебе все равно. Что завтра не будет возможности покаяться. Тебе все равно. Зашел, сейчас показывает, расстрелил не один, а двое. В интернете показывают. Выстрел звучит с другой стороны. Это те самоубийцы, а его тут, когда договорились, а потом я его пристрелил. Уже такие мнения там идут. Думали это, которые там были? Родители отправляли в школу. Думали, что никогда не увидят детей, как в Беслане? Нет. А у православных как? Вот красный угол, священное изображение, три поклона к родителям. Тятя, благослови. Бог благословит, сынок. Иди в школу. Да смотри за сестренкой, чтобы никто ее пальцем не тронул. Ничего же этого нету. Нету. И потому, я смотрел на благочестивые люди в презрении, они счастливые. И я не мог разуметь, доколе не вошел в Дом Божий. Я как скот был пред тобой. Сейчас скажите, скотина. Я скотина? Да я тебе к уголовной песне. Скотина. Лучше тебя. Я дальше добавлю. Но он говорит, с кем сравнить? Всех зверей перебирает. У зверя характерная черта кровопролития, змея жалит. В человеке в одном все соебинилось. Себе зоопарк. С демонами сравню. Но демоны не сребролюбивые, и не посягают на противоположный пол. Тут все забыли. Не знают, в какой дом зайти, куда что, кто на ком женится. Мужик на мужике. Женится мужчина на мужчина, делая срам. И получая должное возмездие за свое заблуждение. Это мимо, а он где-то здесь. Сейчас показывает. воспитанные одной матерью. То есть она добилась. Ребенка ей присвоили. Она его воспитывает. 95% насильники, которые насилуют других. И среди насильников 95% в одиночной семье. Отца не было. А зачем он мужик-то? И далее перечисляет. Разводов сколько будет? 98% А в чем? Мама жила одна, почему я не проживу? Дочери уже мужа не ценят где-то. Вот это вот. Я сказал, занятия идут. Надо колокол повесить. Большой здесь. Рынду какую-то из-под кислорода. Еще они бросят. А вот это так и будет стоять. Это полотенцем в бирке затрут. Кажут тарелку на 10 раз. Зачем? От тарелки вся вот эта вот, которая висит, мы ее не видим. Она вся на тарелке остается. Помыли. И такая присутствовательность. Вот так встает, она стекает. Видела? Что вы трете-то? Я громко говорю, кричал. Я глухой. Я вернусь за чуть-чуть. Безразличие. Я увидел, когда у Василия Николаевича книги, я не безразличен. Во-первых, книги ценные. И они кончаются. А у него в прошлом году были, лежали и сейчас. А ты где их взял? Ведь он не сказал, что когда я говорил, я сказал, даю неделю. За неделю кто не взял, больше ни одной киги не берите. Ты это дальше не сказал и дальше-то. Получается, что я чего-то требую. Почему? Потому что, что осталось, я раздаю. Я раздаю ничего. А я давал 80 тысяч, дай мне. А где же я возьму, ты хоть раздал-то? Ты же не взял, ты пришел через 4 года брать начал. Нет. Ты уже незаконно их брал. Нет. Не надо. Не победить. Не надо. Вас это не касается. А у меня вот тот вот висит, спрашивает, а с меня висит здесь. Он подходит сегодня, а я тоже деньги давал. Ну и что? Ты давал на что? В честь чего я отдавал-то бесплатно? 600 городов России получили полный комплект. Полный. Все 750 евро. Умножь теперь на 600. А потом умножь на 70 рублей 1 евро. И 35 миллионов я подарил. А он сейчас брать будет. Не будет брать. Это воровство. У меня-то что-то должно остаться. Хоть что-то, что я кому сейчас хочу дать. Сейчас люди спрашивают. Объявили фонд какой-то. А я сейчас книги туда все сгоняю им. Я хочу первым быть в этом наполнении фонда. Тщеславие такое распирает меня. Последнее отдать. Что за фонд? Дрон-то. А, дрон-то. Даже в этом обвиняют. А я думал, что это на какой-то фонд. А что обвиняют вас? Ну, я сказал, я хочу быть в наполнении этого фонда первым. То есть я хочу в этот фонд больше всех отдать. И когда я даю, чтобы всегда была шестезначная цифра. А люди знаете, почему так говорят? Вот сейчас вот храм-то военный строит победы. И первый Шойгу как бы начал. И Шойгу потом в интервью спрашивают. Ну как, вы там самые первые, сказали, внесли в фонд. Он такой, да нет, не удалось мне первому. Как не удалось? Вы же сами объявляли. Он говорит, пока я объявлял. Митчеван, говорит, с Мурманска, перечислил пять тысяч. Вперед его. Вперед меня, говорит. Я поэтому второй. Поэтому они, видите, люди как. Так я поясняю. Я говорил, это действует одну неделю. Тут все было обдумано. Это он вскрыл от меня. И вы не сказали этого. А теперь разбери, когда он взял, какое время. У этого книги есть тоже. У кого-то есть же, брали-то. В какое время брали? Если через неделю бы уже у меня их взяли, похитили. Вернуть. Положить на стол. А потом отправить куда-то. Я же бесплатно отдаю. А которые оплачивают новые незнакомые люди. Ну это копейки остались-то. Евгений Владимирович, можно? Я как бы не в защиту. Адвокатом люблю быть, но не всегда. Дело все в том, что вы, когда устанавливали этот срок неделя, тогда это было довольно-таки все под присмотром сильно, очень сильно. Почему? И не все брали. Я взял три комплекта красных томов. Все. Я больше ничего не брал. И поэтому, чтобы просто так, такое количество книг Вася потом мог взять, вы сразу поставили человека, который за этим следит. Все. И поэтому, ну, вряд ли он такое количество перехватил. Он тогда был не до такой степени, вот такой, как он сейчас. Он тогда как-то сторонился как-то. Все. Это вот потом, он когда начал тут с нами обедать, и его начали немножко как бы притеснять, он думает. Он начал вот это, ну, восстал внутри, прям, вес у него. А так он сидел мелкий, тихий где-то там. Я сидел в продавцах, так сказать, магазина, который книги отпускает. Я увидел. Я вижу-то не все. А только что вижу. Вы просто поймите, что надо все по совести делать. Вы помогали-то не мне. Мне не надо больше одного бутампляра. Так еще, извините. Василий, он, я думаю, сейчас и не претендует. Он просто думал, что тогда... Он легко отдал. Да, да. Он думал, что тогда он будет там таким распространителем. Он так и сказал. На волне на этой. А потом его все дальше-дальше, судьбинушка закрутила в бараний рог. И все. Он не знает, когда брал. Когда брал. Сколько времени прошло, когда я сказал это? Года три прошло. Не меньше. Нет, давно уже. Нет, больше. Нет, больше. Ну, больше я сказал, одна неделя. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет. Игнатий Тихонович, именно вы сказали неделя. И все это поняли, что неделя. И поэтому тут думали, кто сколько возьмет. Вот, между собой разговоры были. И Василий, он мог взять только приблизительно в это время. Никак, не через несколько лет. Кто бы ему дал-то уже? Вы что? Мы его рассказали. А где он взял-то? Где он? Он не знает, где брать. Да нет. Здесь? Так у него много всего. Нет, не так. Сегодня взял, завтра. Нет, нет, нет. Нет, нет. Не скажи, что это единицы брали. А, да. И брали только единицы людей. Да. И он даже взял-то, ну, на тысяч двадцать, если взял, то есть, а то и меньше. Мне разве сегодня эту вовремя брать? Он вовремя взял. Скорее всего, он взял вовремя. Вряд ли он потом... Сегодня уже, а я тоже давал, я еще все возьму. Нет, 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 Игнати, вы не брали. Он сразу покупал. Он вытаскать не мог по одной, не мог. Это нет. Это что? Да нет, нет. Сразу вовремя, не пора. Да, стихи. У Дзлела, он это... Да. Дзлела сказала, набирай, я набрал. Я сказала, что пока разрешает, набирай. Ты нет, не буду. А потом пришел, возьму. У меня взяли уже, я буду распространять. И сейчас никто не стал брать. Вы просто имейте это в виду. Подождите, это так и непонятно. Потому что это все на исходе, ничего нету. Вовремя. Вовремя. Ну, Валя вышли. Он просто в подденьги зовут. Вовремя. 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 Не считай архиерея, 125 человек получили. А то куда у меня идет? У меня вообще ничего нету. А теперь, что оттуда поступает, где просят, я в одно место складываю только. У меня лежат. Ну все, пошли. Не, не, дисциплина у него в этом плане была тогда нормальная. Это сейчас он, тихо. Глена Политыхина говорит. А я вот чувствую вот в этом его обращении мольбу о помощи. Он знает, что он прокаженный. Ему даже приближаться близко нельзя никому. И он как бы, если хочешь, умилосердись, очисти меня. Вот так вот. Тут переводы же к нам на русский. Может быть, как-то мы не так уже, не так дословно можем понимать, как многие места. Это же все-таки греческие, там, еврейские. Откуда только оно к нам не пришло. У нас понятие это уже не совсем слова. Жалко, что видео нету. Ну ладно. Я чувствую вот эту мольбу вот в этом человеке. Что если хочешь, вот я на колени упаду, я тебе ноги поцелую, ты меня от проказа очисти. Я ползать за тобой буду километр. У меня нос отвалился. С вами, если хочешь, показывать свое недостоинство. Да. И веру в то, что Христос может его легко изделить. Естественно, а что он пошел-то? Да. Тут вера именно. А вера идет. Вот помните, как сегодня как раз проходили с детьми, как Гедеон вопрос задает Господу. Так это, ангел ему говорит, Господь с тобой муж сильный. А вот такой, так это, Господь-то наш вывел из Египта, там, перечисляет, перечисляет. А теперь-то Бог оставил нас. Тут как оставил? Ну, потому что он не помогает же, видишь, мы от монетян прячемся. И ангел говорит, от Господь ему через ангела говорит, с этой силой своей пойди и победишь. С этой силой. А какая там сила-то? В чем сила-то заключается? Он, кажется, жалуется. Сила веры. Вера, у него была вера. Он говорил это, как верующий человек. Веря в Бога. Он просто недоумевал, как так вроде и все есть, и Господь помочь может. А нужен был вот именно приход, нужен был вопль, который достиг Господа. Ну и да, и должен кто-то прийти, который скажет вперед. Матфея, 8 глава, с 3 по 4 стихи. Иисус, простершую руку, коснулся его и сказал, хочу очистить. И он тотчас очистился от проказа и говорит ему, Иисус, смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей. Во свидетельство им. Толкование. Христос прикоснулся к прокаженному, чтобы показать, что он не связан с законом, запрещающим прикасаться к прокаженному, но что он, напротив, Господь его, что для чистого нет ничего нечистого и что святая плоть его сообщает о священнике. Впрочем, убегая, слава повелевает прокаженному никому не сказывать, что Христос очистил его, но показаться священнику, потому что если бы священник не объявил прокаженного чистым, то по иудейскому закону ему должно было бы оставаться вне города. При всем во свидетельство Иудея Христос велит принести дар, как бы так говоря, когда меня станут обвинять как нарушителя закона, ты будешь свидетелем против всего, потому что приказываю тебе принести, что предписывается законом. Книга Левит, 13.46, 14.24, 10. Это очень сильно похоже на то, что Игнатий Тихонович, когда проповедовал еще при советской власти, ну и сейчас тоже, то всегда людей отправлял в московскую патриархию. Прекрасно зная, что очень сложно добиться там правды какой-то. И здесь то же самое, Господь, зная уже, что это ветхий завет будет уже, Он отправляет людей к закону опять. Все равно отправляет к закону, но пока закон действует, все действует по закону. Почему из человеческой сущности у нас, верующего даже человека, ушло это понятие, как исполнить данные обеты? Вот мы же обеты, любой человек верующий дает обеты, так же и иудеи тоже. А обеты какие? Исполнять заповеди Божии. И Христос показывает, как надо их исполнять. Он славу нисколько себе не приписывает. Все, сразу отправил к священнику, все, Христос как будто никто. И мы тоже, сколько людей отправили в московскую патриархию? Мы разговариваем с ними, мы к себе вообще не приглашаем. Я даже не знаю, как к нам пригласить человека. Но как его пригласить, когда он все равно ничего не поймет? Я-то понимаю это. А вот дали ему Евангелие, он прочитает, а потом дальше, возможно, попадет в храм Божий, какой-то любой, но не наш, сложен в наш попал. И там примет веру, и тогда Господь его, глядишь, к нам направит. Визитку для этого даем, как путь такой, слабенькую такую ниточку. Но все равно, знаете, это, говорится, утопающий за соломинку схватится. Бывало такое, что кто-то обратился? Ну да, бывало. Бывало. Как ни странно, вот через 10 лет мальчонка, был маленький мальчонка, ему было всего 13 лет. В институте тут учился. И он пришел ко мне, потому что там в деревне я проповедовал его отцу. А он сидел рядом, слушал. И уверовал как-то, все, и стоит на пороге у меня уже. Я говорю, о, Олежка, как так он? Аж заплакал, кинулся ко мне на шею. Плачет, рыдает такой. Я говорю, что такое с тобой? Неужто Вера тебя посетила? Да, меня посетила Вера. Ну, надолго он не хватило, конечно, парня. Но, однако, это бывает, оказывается. Даже странно бывает. Ну, вот так. Поэтому трудимся, не унываем. Глядишь, и на нашем пороге будет Вера до конца дней. Вопрос. Какие обеты сегодня люди дают? Ну, дальше-то рассудите. Какие? В абсолютном большинстве. То в армии попал в плен. Если я убегу, то дам обед. Если жить, я считаю, ему, он дает обед Петру. В плену, если я освобожусь, как-то, не знаю, тут не освободишься. То сразу уйду, в горах буду жить один, монахом стану. Но сегодня-то этого нету. Но все-таки обеты дают. Мне не раз уже по интернету заходили, и так люди приезжали, прям на дом приходили. Я вот дал обед, а теперь... Какие обеты дают? Не пить. Обеты какие дают, Воня? Какие-то не пить, врач. Обеты, так перестань. Целомудрие. Ну? Целомудрие, говорит. Все? Обед целомудрие. Это где дают? В миру? В детство. Да, это ты погорячил. В миру обеты дают. Погорячился. Не пить. Попали чечне были. Не пить, не курить обычно. Мать одного, попавшего в Чечню, ко мне обращается. Сын был, дал обед, а теперь вот, что делать ему? Обеты в Малате пойти, да? Обеты всех, ни одного нет настоящего обета сегодня. Здесь вот обет дал какой? Пойди, покажи священнику то другое. Проказа сошла. Давайте в духовном плане-то. Это значит, надо со словом Божием сверяться. И отойти от этой проказы. Проказа сегодня одна. Грех. Это грех. Прокажение. Какой самый большой грех? Неслушание слова Божия. Нарушение уставов. Любишь меня? Соблюди запад. Других подтверждений нет. А я буду громко петь, плясать. Нет. Любите меня? Докажи. Жена говорит, я послушная мужу. Послушная, если она делает то, что муж говорит. Пока муж Аминь не поставит, ни одного письма не отправит. Сказал за дверь не выходить. Она не выйдет. Она послушная. А если этого нет, какая она? Она под разной причиной будет из-под руки у тебя выскальзывать, как щука. То она не мылась уже 80 лет. То еще что-то у нее. От нее гонь такая идет. Собаки все падают замертво. Она все это тебе представит. Сказали не ходить. И все, и обязательно я бы пошла, как вот не он. То есть он деспот у меня. У нас потеряевки. Рядом с батюшкой живет человек. Почти рядом. Нанимает. А разъезд рядом. Нанимает людей, которые неверующие-то. И тот копается, приводит своих друзей. Они матерятся. Вечером, когда солнце уже закатывается, далеко-далеко слышно. Я не знаю почему. На всю деревню матерятся. Батюшка говорит, зачем же таких приглашают? У нас же написано, чтобы этого не было. С миром не ходить в общение. А дело то, что ограду, штакетину прибить. Неужели ты сам не можешь-то? Или дом обшить? Не дом строить-то. Он теперь ему подходит и говорит, у тебя денег-то нет. Я тебе даю заработать. Ну и больше приходить нельзя. Почему? А он поп запретил. Значит, этот хороший, а он к этому батюшке приходит и говорит, почему ты меня запрещаешь? Мне надо жену кормить. То есть, тут уже даже подлостью не назовешь. И чем кончилось? А ничем. В мир человек идет. А батюшку Бог будет защищать. И вы никогда не ищите, что виной другой. Я. С меня все началось. И тогда это самая конструктивная программа. Понимаете? У меня стоит цель. Если я этой цели не достигаю, все напрасно. Цель. И я к ней иду. А у меня на пути стоят люди, которые... У меня выхода никакого нет. Или мне отказаться от цели, или смести их с дороги. А выход в узкое ущелье. На одну ступню. А-то притча есть такая. Всего на одну ступню. У меня выхода никакого нет. Вот это надо понять. Мне Бог дал заповедь. Веровать в Него и получить Царство Небесное. Награда очень большая. А на пути теперь у меня разные предания, предсказульки. Вот это вот, что они выставляют. Все. Они костями дорогу завалили. Раскапывают мертвецов все время. Пройти негде. У меня выхода никакого нет. Как я должен расчищать дорогу только? У меня цель. А цель эта закрыта. Иди покажись священнику. Предполагается, что священник поступает по закону. А если не по закону, зачем к нему идти, когда он будет направлять в чужую сторону. В чужую. Он прошел мимо, даже изранен, а ему нужды нет. Он мимо прошел. Левит еще поинтересовался. Это иногда хоть в кино ходит. А тот вообще и телефона боится. Ты на сегодняшнее событие переверни. Что получится? И мы увидим, как со всех сторон мы себя обложили такими делами, такими вещами, из-под которых не слышно, из-под груды, когда я говорю, Господи помилуй, отойти от этого. Сегодня главное, которое обед дают, целомудрие. Они этим словом не знают, Вань. Он сказал, жениться не буду. Какое целомудрие. У него уже пять наташек было и четыре лебки. Ну и что? А жениться не буду. Ему как раз это есть. Его там ждут уже, охамутали. А мать теперь видит, а он ей сказал, а обед нарушил, у нее никакого благословения не будет. Дал обед монашества, а потом поехал женился, как у нас был иеромонах. А теперь дальше-то этот брак никто венчать у монаха не будет. Нет такого. Ни один священник даже за булдыга не будет. Беззаконник ему только развестись. А он ей там уже дал обед. Второй дал обед, что я тебя не оставлю и прочее. И он не лучший, но для нее он самый лучший. Почему беззаконник? Пошел с сыном мыться в баню. У него сын растет. А он повернулся в спинку, сынок потри там мне. Сын-то уже лет шесть. Он, папа, у тебя на спине, а что это такое? А что у меня там на спине? Он локоть-то не может укусить. Внимательно слушай. Седьмая глава, первая Коринфянка. Проспиши ее. А у тебя там крест на спине. Папа, у тебя крест на спине там такой большой. Он понял все. Вот крест какой надо нести, а не эту Ваньку, Таньку, которые у тебя народились в беззаконии. Их никто никогда не будет считать законными детьми. Их называли, которые на стороне. Если женщина на вторую букву алфа это, то эти, прямо словарь открой, ожи говорят, выблетки, выблетки. Вот кто они такие. Суразы называли их. Он незаконный. Его все время везде вот так вот с дороги сталкивают. Хотя из них были хорошие, порядочные люди. Как вот поэт Жуковский. Он же, ну там сошелся там, барин-то, с кухаркой-то. Она родила. Незаконнороженая. Это Смердяков. Смердяков, да. Карамазовщина вот эта. И второе, которое обещают, тоже обещают. Какое? Второе. Какой обед дают? Не знаете, да? Самое простое. Не буду есть мясо. Потому что выше еды ничего нет. Ну я говорю то, что я исследовал. Допустим, сто человек опрашиваю, которые есть. Он говорит, я и обещал мясо не есть. Ни один не обещал, что с сегодняшнего дня я оденусь вот в такую одежду. И пойду по миру еродствовать. Понесу евангельский свет. Ни одного. Ни одного. И думаю, и нету их таких. Нету. Если я из плена выйду, Господи, я минуты не буду молкать, а тебе буду возвещать. Вот мой обед. А он дал обед куда? Петр. Он канонизирует на Афонске. Он пошел. Ему ангел является. И говорит, что ты сидишь-то один здесь. Ангел явился. Так и написано в житии. И говорит, родственник, Петр, князь дорогой, мы заждались тебя. Мы узнали, что ты живой. Чего ты в горах-то сидишь? Никого нету. Ни одной души нету. У тебя мать неверующая, отец неверующая. Все брата, я неверующая. А тебе Бог открыл, ты перестрадал. Ты скажи слово-то. Чур мне, чур мне. Это языди сатану. Это сатана явился. Да сатана. Только сатана может звать на проповедь-то. Это монашеское мнение. Это все в житиях написано. И он не пошел. Оттуда пришел слуга и посланный. Он говорит, да вот смотри, я вот письмо пришел. Сатана хитрый. Письмо подделал. Он по-другому не может мыслить. Это сегодняшняя попырь. Ты, главное, покупай смеши, приходи, батюшка благослови, ничего не замечай. А в конце пропа сяда. И это самый хороший прихожанин. Андрей Куряева мне пишет, если бы Игнатий не обречал, не трогал, к нему совершенно другое было отношение. Представь, каждый день я выставляю один ролик, считают Златоуста. Один ролик, я считаю Златоуста. 12 томов. Один ролик, дополнительный к этому, считаю Житие. Один ролик, Библия, а ролик Жития, это Златоуста, это 35 минут. И Жития один. Вот считай, сколько уже, уже 5 роликов, которые у меня ежедневно, вот такие идут. А у Златоуста, кажется, 2,5 тысячи роликов. Ну это много, но насчитка моя. И они заходят, изверги, попы, и они этого не видят. Это сектант, это сектант, это псевдоправославный, это псевдопроповедник, псевдомиссионер. И они делают ролик за роликом. И проходит маленько опять священник на меня, а я у вас уже второй ролик делаю, вы видели, нет? И ни одного слова правды нету. Куда мы пришли? И он стоит в алтаре, руки поднимают. Там ничего нету? Дом ваш пуст, кто сказал? Христос. Пустые храмы, указания, 200 храмов в Москве. Там такие митинги идут, люди собираются, заборы валят, полиция на стороне тех. Он говорит, да вот храм рядом, зачем, детям негде выйти поиграть даже. А храму требуется не просто какая-то хибара, а настоящий, большой, они выбирают такое место по Москве. Его выбирают, а там показаны прямо люди, да вы, и уже ругаются. Вот почему Андрей Кураев говорит. Были моменты в истории, когда церковь ненавидели, ну, советское время взять. Но никогда не было, чтобы церковь презирали все. Этого никогда не было. В годину гонения люди искали, кто верующий, как покрестить ребенка. Смотри, отвечаешь за человека. Это сегодня в таком положении церковь, она презирательная. Начиная с самого высокого, чихать платочек надо. Стопы не размазывать по рукавам. Понятно? Вы маленько очните, взгляните с чистым взором. У меня книги называются «Открытым оком». А кто сказал? Сказал Валаам. А Валаам кто? Пророк Божий, сребролюбивый. А Божий, да он же сребролюбивый и его осуждается. Он один только в то время был, один других не было. И его звали благословлять. И знали, что действительно благословение. И он говорит, муж с открытым оком падает. И дальше я вижу звезду. Вы на рождество звезду знаете? Он первый увидел-то. А которые нападают, они этого не понимают. Бывшие наши здесь. Здесь были. Члены нашей общины. Раз написано открытым оком, а сказал Валаам, он теперь ставит ролик. Валаам, игла. Это Игнатий. Игнатий, значит, кто это? Нерон. И вот об Нероне было такое, что он любил петь. Его слушали. На стадионах нельзя было выйти. А кто если выйдет, того казнили. Слушай, что он плетет. Было так, что женщины прямо тут и на стадионе рожали. То есть у него ниоткуда ничего. Он найдет написано, где это. Некоторые через барьеры перелезали стены. А стены высотой примерно 7-этажный дом. То есть его, вот, две недели назад он выставил этот ролик. Да дуболом сам. Я потеряю, вот, потеряю, вот, и живет один. Но у меня, это бес, это демон. Тоже на меня. И молятся. Я-то принимаю это как награду Божию, как венец славы. Ну, хоть маленько-то в рида отплевывайся. В Барнауле, вот, монастырь. Так там дно озера рядом-то. Все было покрыто трупиками абортов от монахинь. В первую очередь, трупики не на дне, а наверху. Во-вторых, они не имеют права выйти даже... Ну, вспомни, я говорю, князь Серебряный, когда там пришла. Так присутствие старейшей женщины. И там в закрытом помещении они там, где-то на веранде-то. И все дается ему 5 минут. А теперь она... Все монашки, а мужчины, мужские монастыри, это все только гомостексуалисты. Это он говорит, бывший наш. Это заразная муха. А когда у нас были здесь совмещания религиозных деятелей, призывал мэр города Холгана, то подарили хронограф Барнаула. А вот об монастыре пишут. Это ангелы во плоти. Вот так назвать можно. Это современное пишет. Степанова там, Тамара, доктор изобразительных искусств или что-то такое. Говорят, какие в монастыре были люди. 300 монахинь. Вывели, расстреляли здесь. Вывели. Где сейчас? Источник-то бьет. А сейчас санэпидемстанция туда. Воду брать нельзя. Вода нехорошая. А люди берут свидетельствует об исцелениях и все. Последнее время мы с мамой вашей там были. Видел? Ходили. А там статуя, которую ваш папа резал. Вот. Я это знаю. Мы это считаем, даже и применить. А как я? А там люди, почему они такие? На все надо найти ответ. Вот ответить, допустим, кто святые? Когда святые? Я потратил на это не один час. И выставил ролик. Где сегодня живые святые? И почему они святые? И выбрал места. 138 мест в Библии, которые указывают, кто святой. А дальше показал. Там 1054 раза говорится грех, а 1051 – святость. Грех все время выше. Я с неканоническими книгами брал. Это работа, большая работа. А теперь я стал смотреть. Отдельный народ. Святым называется путь к храму. Святым называется сам храм. Святым называется Бог. Мне это надо было... Сколько падежей в русском языке? Шесть. Компьютерная. Невежда. Сколько? Шесть было семь. Давайте по порядкам. Я скажу так. Фуражка. Второй падеж какой? Родительный. Какое окончание? Фуражку. Нет, это в один видитель. Вижу, что фуражку. А второй? Чего? Нет, кого чего? Фуражки. Вижу, что. Отдать чему? Фуражке. А хвалюйся чем? Фуражкой. А думай о ком, о чем? О фуражке. О фуражке. Понятно? Мне надо было слово святой во всех падежах. А это отдельная программа на канонические, не канонические перебрать. А потом можно за кулькарятор засесть. Эти данные выдать. А вопрос-то не мне задали. А один из людей задал, кажется, Сергею Козлову. А теперь я ему, чтобы сказать это, я должен был все это пройти и выдать данные. Баптистам надо проходить вот это все. А у них это очень сложно. Притом я не добавляю ни одного слова. Вообще. Я показываю. Вот места Писания начинает. Господь говорит. Вы народ избранный, народ святой. Значит, святое племя. Святой путь. То есть, слово святой, где множественность людей касается, должен был теперь из шести падежей выбросить из поисковика. А остальное все вычленить нужное и дать нужную цифру. Это на один вопрос только. Где двое или трое собраны. А в это время, в принципе, всякая дверь у меня стучат. Открой, я тебе квасу принес или киселя. Было семь падежей, он Лена сказал. А? Семь? Лена, скажи. Спрашивают, как ролик называется? Ролик. Где ныне, где сегодня святые живые. На неделе только было. А вот только откроешь, и там сразу заставка сделана крупно. Сколько святость, сколько грех, грешник. Я должен был все варианты взять. Святость, святой. Но только во множественном числе, когда относятся к людям. Отдельность. И той пророк. Это да. А где вообще об людях говорится? Вот Игорь-то и дал правильный ответ. Все, которые уверовали во Христа, приняли святое крещение, все святые, омытые кровью Христа. И в то же время все грешники. Мы думаем не так, где-то что-то. И поэтому молимся для этого и исповедь. Ты отвечаешь за человека. Чтобы не впало. Напружимся. Хотя бы один раз, глаза не зажмурить. Одно занятие. Одно. Я два не прошу. И ты увидишь, сатана попятится. Он подходит. Вот так, как у мертвого. Глаза закрывают. Потому что обязательно надо ответить, это поднятое. Это проходит сатана и бросает цветок в человека. Он идет. А ему открыто видно. Он видел это. Макарий Александрийский. И кому-то цветок прилип, человек сразу думает, что-то в туалет потянуло. Долбит, себя дырку делает. А потом из этого туалета еще тут скандалить будет. Не выпустил. Надо было туда обойти. Ой-ой-ой. Да какой это верующий. Да как это так. Я говорю, со своей женой я разберусь, а не вы. Я за нее отвечаю. А я зачем туда залазил? Вот села, сейчас надо, поднялась и пошла. Я сюда враг толкнул. А теперь посуда. Моя не пошевелился, как сидела. Ну и плохо. Никогда на людях не разговаривают. Благословения не надо говорить. Вы же, кажется, уже повинились. Тебе это похвалу будет? Ни одного слова прошу. Вы же повинились. Человек не сам по себе будет разворачивать. Давай дальше. Не навижу. Учись. А дальше пошел. Вот мужик, говорит, с большой буквы. Я за нее отвечаю, а не ты. Вот садись. С этой скамейки, с этой, может, никого не трогожит. Но именно залезу туда, где нельзя выйти, чтобы всех не смести. И заступаются только здесь. Почему? Говорят, мирские, мир любит это. А за меня тоже сказали. А кто сказал? Вот такие же самые. Если бы не вы, сатана не вылез бы. Есть, говорит, Константин Капроним. Капроним. Мы не знаем, что такое прозвище. А почему? Его когда хрестили, в купель поставили, и ребенок там опрошлился. Его звали Гнойный. Андрей Куреев говорит, что вы путаете словами. Капроним. А так кто? Константин. Константин Говнюк. Вот и все. Ну да. Реально, что он там? Оправился в купель. Ребенок. Дристопопулус называется. А что будет? Священник сказал сразу, что этот скверитель в церкви будет. А верно. У батюшки было такое? Не было. Наоборот, у него яшко сожмется в воде холодной. Пошли дальше. Видать, в тепленькой. Царевич. А Михаил Васильевич Ломоносов это опровергал. Говорит, в воде, чтобы сразу получить деньги за крестьяне и за отпевание. И все при этом лезут в прорубь русские. Посмотрите, что зимой. Это не лишние на земле эти люди. Пускай. Пускай лезут. Иван Гриат Матфея, 8 глава, 5-6 стихи. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его. Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении. И жестоко страдает толкованием. И сотник сей также не взошел на гору, дабы не прервать учение. Это тот же сотник, о котором говорит евангелист Лука, 7 глава, 2 стих. Хотя Лука говорит, что он послал к Иисусу и уудейских старцев. Но это не противоречит словам евангелиста Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было, вероятно, так, что сначала он послал других, а потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам. Седьмой стих. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Толкование сотник не принес слуги на одре, верюя, что Христос может исцелить его и заочно. Восьмой десятый стих. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит. И слуге моему сделает то и делает. Услышався, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Толкование. Если я, будучи сам раб царя земного, повелевая подчиненным мне воинам, то ты тем более можешь повелевать смертью и болезнью, так что они одного оставили и обратились на другого. Ибо телесные болезни суть воины и мстители у Бога. Вот почему Христос удивляется и говорит, я и в израилетянах не нашел такой веры, как в этом язычнике. Удивляется же Господь в вере язычника, как весьма великое, и говорит, и в Израиле не нашел я такой веры. Можно? Я только хотел поэтому сказать. Станиславский отдыхает просто. Не верю, не верю. Сережа переигрывает. Простое дело, у тебя как бы лучше получалось. Ты начальника изобразил голосом, очень... Голос у него был. Попримирите мне немножко. Ну не знаю, я там, брат, не был. Да, брат, перестань ты. Потеряйте, так же был. Я верю, что ты можешь. Я говорю, вот этот текст, который был, не другой-то. Прочитайте все. Ну как это было? Обстановку представьте. Считай, Сергей. Считай тот. Никто правильно не считает. Я говорю, эх, Игоря не хватает Дубуна, он вам просчитал. Ну видно, что не так, не входят в это дело. Ну конечно, что сделаешь, враг-то и всякая правда. Я знаете, что вспомнил? Вот сейчас умер актер Караченцев. Такой интересный был актер. Очень... У него такое лицо страшное для меня вообще. Ну такое, зубы такие у него редкие. Но вот как начнет, вот в этих фильмах там он играл, начнет вот, когда, даже когда пел, и пел-то не очень голос, но он, это до такой степени от души. И вот он юнона и авось там есть. Помните, это про 18 век? Как этот, приплыли, это, рязанцев со своей экспедицией, огибали они землю. Кстати, кругосветное путешествие называется. Это вот надо тем, кто про плоскую землю говорит. И как они остановились в Калифорнии, он там влюбился, вот это. И о тех временах. И там везде проходит красная черта и религиозная везде все. Они поют там. И он до такой степени там в роль входил. Он так хотел показать верующего человека. Но рязанцев, может, он хорошо показал капитана. Но верующего, чтобы сыграть. Вот как вы считаете, Мехков хорошо сыграл в братьях Карамазовых? Алешу. Мехков. Ну-ну-ну, еще бы. Хорошо, да? А это было советское время. Вот скажите, как они этого добиваются? Ну, там этот, Ульянов Михаил, главный герой. Ну, это же советское время было. Это надо же было с верующими поговорить. Я верю, что они где-то были в монастырях и все-таки с кем-то беседовали. Но не может быть, чтобы они просто так, сами так сыграли. Ну, они сыграли, но там текст обкладывали какой-то. Ну, да, о чем речь идет. И люди, с которыми они беседовали, наверное, понимали, кого они будут изображать. И Олег Янковский играл, когда крейсер Асаната. Жена говорит, я от него на шаг не отходила. Чтобы текст точно произнести. А там же много тексту-то. Как написать, чтобы он говорил точно по тексту? Это было очень непросто. Я, Надя, грешный человек, я осознаюсь. Я сильно занялся с Махтуновским. Кто такой? Ого, он ничего себе. Из Иркутска. Он Иркутский, сам Иркутянин. А? Иркутянин сам. Вениамин? Да. Нет, Иннокентий. Как он вышел в Юнито? Я учился, бросил все, приехал в Москву и бомжевал сколько времени. И нам... Отвечаешь за человека. Ничего не получается. Встань с себя, возьми иголку, воткни друг в другую. Он в Норильске в театре был. Он в Норильске на тебя несет в половодие. Морфи, бог сна называется. Морфинист. Морфи. 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 И вот они никак не знали, кого взять на главную роль. А ставили-то не какое-то произведение. Какое произведение они хотели ставить? Идиот. Идиот, да. Достоевского. В идиоте, да. Ну как он хорошо не играл, но сравнение с Мироном и Евгением даже близко не идет. Не, да котам этот играл же, идиота самого этот. И вот как он начинает? Вот никак нет. А потом кандидатура его. Что он говорит, и смотри, все, какие у него глаза. И все. Глаза какие. Яковлев его играл. А глаза какие. Так и за глаз взяли-то его. А в дальнейшем у него будет такая болезнь, туберкулез в глаз. У кого-то. У смотри, кто там в глаз. Туберкулез в глаз. Я такого даже не слыхал раньше. Ну я много, чтобы мог о нем все достал и посмотрел. Как и он роль играл. Так это там пустое буквально были. Петербург, когда шли это, Ленинград. На его представление выходили, только о нем и разговаривали. Он, когда люди входят в этот образ, вот, ну она, какая там, как я знаю, это просит у Бурлакова, настоящая Семена или еще-то. Ну певица, в общем. Певица она. Вот она входила в эту роль. Семчина. Она не могла выйти из этой роли. Она играла так, что все забывали, что перед ней имя артистка. Но приходя домой, она не могла. Она не могла быть. Она в роли артистки садилась за стол и подавать и все просила. Не могла выйти. И, наконец, играла Анну Каренину. Чем закончила Анну? Бросилась под поезд. И она не могла из этой роли выйти. И шла, и под поезд бросилась. Самоубийца. А теперь стали уже искать, чтобы ее там канонизировать. И теперь добились, чтобы похоронили. И самоубийство с нее православная церковь сняла. И Новосибирске это первое. Памятник поставили. Талантливая. Талант-то этот. Самые негодные люди, это артисты. У них нет нормальной семьи. Ну, любого возьми, который. Даже и в семье их играют. Филипп Филиппович, собачье сердце-то. Третья жена. Табаков умер там столько-то. Ну, любого возьми. А все рассказывают, любил женщин этот Марк Бернес. Его на коляске вывозят и в лифт завозят уже из дома. Ну, все, последние дни. Ой, последние часы его. И он говорит, такой жизнелюб. И он все-таки говорит, эту, кто там, докторшу, все-таки за задницу ущипнул. И рассказывают так упоительно, в глазах такие борщинки радости. Вот какой жизнелюб был. Как королев. В 89 лет уже. Все, надо ущипнуть. Какой бес в нем сидел? Королев Сергей Павлович. Как Пушкин. Ни одной кухарки не пропустил. А потом сердце. А сердце. И все одинаково кончают. И вот считаешь, артисты где-то, ни одного нормального нет. Тут у меня хороший-хороший знакомый приходил к нам отсюда. Вот общинник. Алкоголик. Общинник. Высоцкий наркоман. Эдуард Дмитриевич. Он считает, дочь Ефая. Вот если я ее слышал 7 раз, и 7 раз слеза. Наворачиваются. Наворачиваются. Я пытался не плакать. Не могу. Слезы сами текут. Я пришел, а его дома нету. А жена небольшого ростика такая, как вот Лариса у нас. Ну, так а его нету. Тут новая артистка где-то. Он уже там неделю живет у ней. Это совершенно нормальное у нас явление. Что он ушел, он не женится. Он вернется домой, у него тут пуражка висит. Уже все понятно. Ну, а Золотухин возьмите. Такая же точная история. Ну, вот это понятно, куда идти. Уметь, конечно, надо входить в эту роль. Понимать, о чем решили. Ну, ну, такой же степень. Тем более, Игнатина, что мы речь-то ведем о Евангелии. Ну, как бы с одной стороны Сергей, то, что говорит, я там не был. Это как бы, ну, нормальный такой ответ для человека, который не читает. Ну, раз читаю, что уж брат потруднее для нас. Ну, давай дальше. Хоть пусти какую-то слезу в голосе, что ли. Как у меня, как у меня, он идет. Не, он попытался. Мимо будет. Мимо, и там от себя прошло. Иван говорит Матфея, 8 глава, с 11 по 12 стих. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в царстве небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Толкование. Не сказал, что многие язычники возлягут, дабы не оскорбить иудеев, но сказал прикрытно с востока и с запада. Об Аврааме упомянул для того, чтобы показать, что он не противник Ветхого Завета, в котором жил Авраам. Названием внешней тьмы показал, что есть и внутренняя тьма, легчайшая первого неба, есть в степени и в муках. Иудеев называют сынами царствия, так как им даны были обетования. Так говорит Господь, Бог еврейский. Израиль есть сын мой, первенец мой. Книга Исход, 4 глава, 22 стих. Язычник начинает приводить церковь. Продолжим, 13 стих. И сказал Иисус сотнику, иди. И как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Толкование. Сотник в тот же час, возвращаясь в дом свой, нашел слугу своего здоровым. Исцелив словом, Господь показал, что истины слова его об иудеях. Изгнаны будут. Что-то я не уловил тут связи. Еще раз прочитай. Сотник в тот же час, возвращаясь в дом свой, нашел слугу своего здоровым. Исцелив словом, Господь показал, что истины слова его и об иудеях. Изгнаны будут. То есть, что слово Господа, оно не бывает честным и напрасным. То есть, если он сказал, что выздоровит, выздоровел. Сказал иудеев, вызгнаны будут, изгнал. Хотя остаток спасется, но сегодня мы увидим, что в Израиле нет православной. Не православная страна, не то что русниша. Да, 80% православных верующих. Это время пройдет. Нету никаких 80% православных. Вот мне еще это слово православных. Вот это Игнать Тихонович, прокомментируйте фразу Путина. Прокомментируйте. Мы, говорит, будем мученики. Когда у него задали вопрос о ядерной войне. Если, говорит, на нас ядерная война нападут, то наша система сработает так, что в ответ тоже полетят ракеты. Но мы-то погибнем. Какой нам теперь резон? Жертва, он сказал. Он сказал, мы будем жертва. Не жертва. Он говорит, мученики в раю. Цитирую. Мученики в раю, а они просто... Он сказал, мы будем жертвой агрессии. Мы будем жертвой агрессии, и мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Вот как он сказал. Ну, одно и то же. Как вам? Ну, и в первую очередь я подумал, как он мог это сказать. Там рядом Шевкулов, теперь он митрополит. Посоветовали сказать, вам это не прийти? Да нет, ничего. Он обычно о вере говорит, корни. Это такие исторические данные. Это Среди Христа. Вот так вокруг не впечатляет. Не скажет. У нас не верующий. А здесь так. Ну, могут они раньше. Наши ракеты не долетят. А наши там, вверху спутники, они отслеживают. Один взлетает куда? Направление на нас, значит на нас. Тогда мы не будем ждать взрыва. Сразу нажимаем, и наши ракеты туда летят. Ну, а мы там ученики, мы говорим, что они уже не можем остаться живыми. Это вы на нас напали-то. А тут надо понимать так, а взрывов-то? Жития на земле не будет. Просто люди каяться не будут и сдохнут. В первую очередь не от удара атомного. Больше на это похоже. Вот о чем говорит. Но он образно сказал-то. Покаяния там нет. Вы нас все время держите в страхе. И понятно, мы готовимся, каемся. А вы далеко за океаном, пока наша ракета. А сейчас ему советуют в Кубе опять разместить. Чтобы рядом ее шандарахнуть. Сейчас все время они говорят, что будто бы советское время заложили там чуть не тысячу атомных бомб далеко от побережья. Если взорвут, то поднимется волна чуть не на полкилометра. И половина Америки снесет. Ну, я в это не верю. Нет, такого нет. Написано, от огня погибнут. Там было тысяча боеголовок привезли. Тысячу, на Кубе стояло тысяча боеголовок. Ну ладно. Американцы пропустили. Я видел, когда в фильме есть такой корабли, как американцы послали разбежчика, и как они его сбили. От этого летчика американского. Ну, советские. Ну, понятно. Надо смотреть, что говорит Слово Божие. Слово Божие говорит, что будет один правитель на всей земле. А кто на это претендовал? Ну, мы всех не знаем, но можем назвать. Александр Македонский претендовал на это. Наполеон, Атила, Аларих, Гитлер, Сталин. Чтобы завладеть всем миром. Тамерлан. По разным способам. Меня больше всего из всех интересует Адольф Гитлер. Что интересно, Адольф, а не как Волф через древнее какое-то там германское слово, что у него это и есть Вольф. Вольф, кажется, у него было. Лютый Волк. И он, говорит, избрал себе, когда это делали там убежище ему в Белоруссии. Название. В самом имени у него слово Волк. Ну, Вольфович. Вольф это Мессинг Волк. И вот у него Владимир отец, значит, Волк. Другого перевода нету. Вольф это Волк, по-немецки. Ну и что сказать на это? Мы знаем, никто не руководит всем этим. Сказка есть такая, когда идти на войну, он уже все победа одержа будет. А в это время ему мыши знакомые послал мыши, они тетивы все перегрызли. Стрелять о луке-то все. Так и эти. Не сработает что-то и все. А бывает так, но... А челленджер-то как? Семь человек идут, руками машут, женщины, учительницы. Скрылись навсегда, вдруг взрыв на глазах людей и все искали, может, в море остался кто. Нет, никого нету. И что интересно, вот Жак-Ив Кусто, мореплаватель исследователь, принял мусульманство. И они там исправляли где-то в океане, в море были, тризну по ним. Вот тоже интересно. А вы слышали, что последний, как-то так все это прошло, но не очень афишировали, что американец нашим залетали, вот последний раз-то, и корабль взорвался на высоте 6, около 7 километров. Вот сейчас. Они уже отлетели на высоте, даже больше, да, больше. Около 100 километров. А, да, уже они залетели 6-7 минут. Точно. Они уже вошли за стратосферу, и корабль взорвался. А у нас, сейчас в России, сделали, изобрели на корабли, отделяющиеся, эту, головную капсулу. При аварии она отделяется. И они отделились, и сделали виток, и приземлились сейчас. Вот, это было недели три назад. И все это так тихонько-тихонько как-то прошло все. Да, то есть, с американцем вдвоем наше. И вот у него спрашивают этого, у нашего, у нашего космонавта. Ну, теперь-то, говорит, после такой аварии вы-то, наверное, вообще не верите в нашу уже космическую, эту, технику-то. Он говорит, да как, не верю, вы что? Наоборот. Наоборот, я очень сильно, говорит, в нее верю. Я же, перед вами стою. Живой. То есть, вот как, что придумали-то. Я думаю, даже, что это специально было сделано, как испытание, а не просто сама взорвалась. Нет. Еще и американцев заодно сказали. Американцы, видите, мы вашего космонавта спасли. Сейчас показывают, если авария какая самолета, Так вот, головная часть отделяется от этой. И дальше она опускается с пассажирами, все, ну там, пару слов 200, наверное, чтобы опустить, безопасность была. То есть, не падает, а отделяется от этой части. Придумывают, да, такое сейчас? Придумывают такое? Ну, может быть, только еще на бумаге. Ну, на бумаге. А это отделилось от самого этого? На бумаге может быть. На маленькие самолеты 10-20 мест, уже такие есть в Америке. Ну, ладно. Пойдем. Господи, плоди. Вы сегодня-то пойдите на благовестие. Сегодня же такой день. Ни одного облачка нету. Пойдем, пойдем. Мы даже поедем с вами. Володя пойдет, чтобы поснимал на свой аппарат. Иван Греет Матфея, 8 глава, 15 стихи. Придя в дом, Петров и Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. То есть, злотещий зетер. Толкование. Вошел в дом Петра для того, чтобы вкусить пищи. Прикосновением же к руке тещи Петровой не только погасил огонь горячки, но и доставил всей жене совершенное здоровье. Так что, возвратились ее силы, и она в силах была служить ему. И мы знаем, что для больных, очень обессиривших, много нужно времени, чтобы снова окрепнуть в силах. Другие евангелисты говорят, что Христос исцелил Петрову тещу по просьбе о том. Но Матфей для краткости опустил это. Я уже говорил тебе и в начале, что иной из них упоминает о том, о чем другой умалчивает. Присем, ты заметь также, что брак немало не препятствует добродетели, ибо и верховный апостол имел тещу. Что-то тут даже карандашом это почетно. Я ничего не чиркаю. Теща есть, в Евангелии столкновении я ничего не чиркаю. Вообще, в житии Петра у него дети были, нет? Кто-нибудь читал? Были. Так у него уже были, наверное, до этого еще. До того года. Как Христос его позвал, у него должны были быть дети. Конечно, были. Не переживайте, все нормально у них было. Они были настоящие мужики. Кого-то же он кормил. Они не были склентяи, такие. На самой старшей не были. Сейчас я взял в книгах, там есть фотография одна. Сейчас я не знаю, какой тон. У меня там личные фотографии на столе. Когда батюшка ездил там на Яхе, там в Сан-Франциско, где они там собирались. Ну и там архиереи, это все были. И женщина обслуживающая местная. И одна подходит, так согнулась и руку. Еще я посчитал, 8 человек. Все до одной без подка. И архиереи стоят и на жизни. Столовая. Вообще. За рубежную церковь. Нам говорили-то вот одевать. Вот так, чтобы одеться по форме и так ходить, это и вы не ходите. Ты сейчас сойдешь и сразу переодеваются, говорит, мимикрия называется. А вы так и идите домой. До дома хотя дойдите. Да и всегда так ходите. Да и ходим. Да и все время обращаются. Матушка, матушка. Вот у меня Надежда Васильевна, платок по-другому никогда не надевают. Дома, управляется, она всегда одинаково одета. А тут так, одеты так, только здесь сразу переодеваются, в брюках, но у нас этого нет. В брюках пошла, защеголяла. Это не годится. Мусульманки никогда не переодевают. У нас очень короткие юбки одевают, особенно вот дети. Там такие юбки страшно смотреть. Выше колен. Выше колен. Уже говорили неоднократно об этом. Сколько уже переговорено с Потеряевскими, сколько здесь уже переговорено. Сегодня у Надюшки просится младшая, мама, давай останемся, знаете, мама, останемся. А Ксюха заходит. Мама, поехали быстрее отсюда. Кошмар. Кошмар. Виноват Дыбунов. Виноват Дыбунов. Кошмар. Я говорю, Надя, оставляй. Последнее, что у тебя есть. Я говорю, Ксюха уже вся в миру. Сатана прямо в мозгу уже щупальца запустил ей. Она мирская полностью. Смотри на нее. Она стоит такая напротив меня, вот такая. И потом жалуются. Конечно, они будут жаловаться. А что им еще остается? Когда родители при детях обличают учителей, пусть даже и справедливо, это на детях очень негативно сказывается. Да, конечно. Авторитет учителя родителей подрывает. Также вот у у уенчуков почему просит молиться? Потому что отец при детях все это нагнетал, 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 и это невость. Ты, Ваня, там свидетельствуешь о Боге? Где? Где учатся? Где? Раз вопрос задал, где? Ну, у нас изучали религию недавно по истории. Вот у нас было религоведение. В общем, только и было слышно. Я этоист, я не верю. Я этоист, я не верю. Я этоист, я не верю. Нас учитель со всеми объясняет, рассказывает иудаизм, откуда христианство пошло. И туда они, я этоист, я ничего не знаю, ничего не верю не хочу. Главное, что ты-то сказал что-то. Что ты веришь? Ты сказал, что ты атеист? Нет, я не сказал. Ну вот, уже вам рассвидетельствует, значит. Вообще проповедуешь? Да нет. Вы знаете, у нас даже так... Он был в суде православных христианин. Я вот лично у себя в доме, там, где я комнату снимаю, я там сразу заявил, что я православный, у меня там иконы стоят, трехтомник. Меня мои соседи начали называть Святой Иван. Чё, как утром не просыпаюсь, и мимо не прохожу. О, привет, Святой Иван. Это прикол называется. Меня тоже Святым называется. Ну а ты чё, молишься при них, что ли? При них молишься? Ну а чё там такого? Они же не... Он же про себя молится, они что ли? Они не понимают ничего. Ну просто в том, что ты... Они не понимают ничего. Что ты веришь? Или стадишься? Понятно, что они тебя Святым называют, но это не значит... Нет, занятия идутами. Что можно не рассказывать им о Христе. Да. Это ничего не значит ещё. Да, и не будут слушать. Не будут слушать, надо просто выбирать время, когда сказать, и всё. Когда сказать. Надо выбрать... Он ещё очень мал. Если он сказал, что обед дают целомудрие, чё говорить, он ещё в миру не пожил. Какое целомудрие? Кто там даст? Понятно. Слово целомудрие, если кто-то из них там скажет, я на него вот так посмотрю, и у меня вот челюсть отпадёт. Целомудрие. Так ты кто-таки слава-то знает? Благонравие, целомудрие. Это неизвестно им вообще в природе. Ещё скажи, Ваню, благоухание духовного. Тогда вообще, Стас, свихнув-то у тебя ещё это... Или меня ради, скажи ещё. Чего? Меня ради. А, две. Ничего они этого не знают. Максимум, что пить, курить не буду, всё. Чё, не знаешь, что ли, как это? Мужик выпал с девятого этажа. У любовницы был, и муж пришёл. Ну и полез там, хотел на крышу, и упал. Летит, 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 такой уже. И всё, всё, больше никогда я не буду этим заниматься. Всё, никогда не буду гулять, ничего. Потом на куст. Раз, хряпнулся, потом. О, чё только со страху не наговорить. Неисправимо, это дьявол всё. Да, конечно. Обед мясо не ест, это Игнативный слышал когда-то. Сейчас они наоборот говорят, обед мясо только буду есть. Всё. Я с этим мясом замучился. Меня за это мясо гоняли там в этой тайге. Мне оставляли пирожки с печенью. Ну, пирожки с печенью делали, а они всегда делали в среду. А я подойду, они, вот пирожки есть. Ну, на ужин. Нет, кто издевался-то? Ну, поварить им, какая разница, издевался. Я говорю, нет, у меня пост, всё. И одна повариха такая сердобольная была. Она говорит, я вам буду оставлять. Утром придёте, съешьте на завтрак. Я говорю, ну, хорошо, вот, глядите, тарелочкой. Я прикрою, ну, тарелочкой, тарелочкой и полотенчиком. Я утром прихожу, раз, взял, как-то, что-нибудь, а сижу, ем этот пирожок. Они заходят там в манную кашу, там, ну, что там, как. И один сразу, а что это он пирожки жрёт? Давайте нам тоже все пирожки. И я такой, прям, я холодный пот бросил. Я думаю, бедные поварихи. Как этим поварихам досталось? Я не знал, куда с этим пирожком деваться. Сейчас, говорит, Голодомор был. Люди вскрытые, все вырезали печень. А на базаре, в то время, торговали пирожками с печенью. Печень, да, да. Во время Голодомора. Такая же, как с ним. В Граде было так. Возвес за горы нельзя было проходить. Петли ставили, сейчас наступают, дальше затягивают, и всё. И не один. Идём, говорит, с пистолетами в руках, военная. И только посредине улицы. Бабушка рассказывала, что ты съели. Никому не открывайте. Хоп, а вырос, как раз бед распахнула. Вывод, скажу. И закончилось всё тем, что, когда мы уезжали 25 ноября из Солонешного на машине, этот парень пьяный напился, Андрюша там, и полез ко мне в кабину, а я в кабине ехал, как ИТР, чтобы сопровождать рабочие сзади. И он ко мне в кабину пробился, водитель не пускал его прям всеми фибрами. Он, нет, я к этому козлу бородатому всё равно, я сейчас ему за пирожки, говорит, я его порву. А прошло время, три месяца, если не больше. Он всё помнил эти пирожки. Один раз пирожок только у меня видел, четверг. И он помнил три месяца. Вот что значит для них мясо. Чтобы обед давали, мясо не есть. Это конченые обеды уже, это их нету сейчас. Фантастика, да. Для меня фантастиш просто. Мясо, они за мясо тебя убьют. И я раздаю мясо, я сижу в пост. Я мясо всем отдаю. И они прям как хищники. Один, другой только ждут, когда это... А я тогда не стал вообще мясо ничего брать. Я говорю, есть лапша у вас? Мне давали там лапши, и всё, я лапшу возьму, одну пустую лапшу ем. Всё, нечего с меня брать. Нет, у меня ничего. Угнелозы у тебя. Ну и вот что, так вот приходилось там претерпевать это всё. Даже если что-то хотели дать мне из-под тяжка, там оглядывались сто раз. Я там зайду просто, ну, когда там все рабочие работают, эти отдыхают, а я там как геолог иногда. И они мне там уже, женщины, накину, там консервы какой-нибудь, там рыбки какой-то, там селёдочки. И только если было всего много, когда там привозили по 100 килограмм ментая, тогда там они жарят, парят, и вот тогда, когда много-много, ну, тогда я могу что-то там поесть. А так, ну, невозможно просто с этим мясом. Как бешеные. Батюшка по телефону звонит, говорит, в Сиферополе были. Иван куда-то отделился, а я, говорит, тут приходит, там то ли монастырь. И вдруг, говорит, выходит, Голиап настоящий, видно, диакон. Ну, нас, говорит, троих надо таких сложить. И сразу ко мне. Ну, я думаю, всё, слава Богу, пообедаем. На обед пришёл звать. А вот батюшку на обед. Из него обед сделать с батюшки. Ты из Сибири? Ну, да, не из Барнаула случайно, я говорю, из Барнаула. А ты не Лапкин случайно? Лапкин. И начал меня, говорю, вот ты попал и на обед. На жаркое. Или Тикея там то другое. Батюшка, да подожди, я тебе объясню. Не надо ничего, развернулся, ушёл. Я потом стал спрашивать, искать, нигде его не нашёл. То ли видение было. Ничего себе. Ну, что сатана в виде монаха. И смешение. А мог ли сатана в виде монаха подойти? Нельзя, наверное. В виде места походят. В виде места походят. Хорошо, что мне напомнили, ладно. Как фильм «Монах и бедство». Он вообще в образе митрополита пришёл. Тот оторопил. Потом говорит, а что у него было? На грудь. На грудь по ноге. Лапка какая-то, что-то такое. Даже не посмотрели. Я сейчас смотрю под роликом надпись, когда все признают болезнь спина, не даёт разогнуть всё углужком. А там пишут, это требуха-то тянет вниз-то. И поэтому там напряжённые мышцы. Вот где. Сначала говорит, пузырь сбрось, и тогда боль исчезнет. Ну, тот говорит, у меня так же было, я говорю, невоздержанно было. А сейчас говорит, у меня нормально, если боли исчезли. Мышцы-то натягиваются. Должен ходить вертикально. А как ты вертикально пойдёшь, когда он тянет вниз? Подожай. Это вот тяжёлая. Вот так. Это под Потеряевским роликом. А я подписал ещё и больной спиной, а зять здоровый не помогает. А вот зять дома смотрит, там в окно или как. О, взялись и взять. Не за что его взять. Взять. Это выдал замуж, потерял дочь. Ну, всяко-всяко, Игорь. Почему ты не приучил, чтобы она его уважать любила? Ты в его доме живёшь, ты должен помогать. Хорошие отзывы. А его надо велами по спине и прогнать, взять. Ну, да, конечно, Игорь, что там говорить, конечно, у него мамуна мощная. Но и он сколько работал на семью? Один девчонок этих, один тянул. Сколько он фляк этих перетягал. Вчера кто-то нам сыр дал. Деревянный. Там ничего, ничего нету, ни вкуса, ничего нету. Никогда не беретят любой сыр. Самое ценное, что сейчас могут взять, прямо из-под коровы молоко. А из него теперь ты тут сепаратор, как он в душкоп ездит, молока покупает много, ну, сколько, или там, 300 там, или где. Он пропускает, а потом вот эти корчашки маленькие, 400 грамм продаёт. У него выгода и отходы какие. А из отходов можно сюда делать творог. Там много еще северок-то. Они делают сыр? Сыр делают, я беру. У стены, у стены отличнейший сыр. Жирный? Нет, он не жирный. Ну, как не жирный? Ну, конечно, там жирность есть. Он похож на творожок, но на сливки и на творог, как будто вот сливки спрессовали, короче. Ну, он не белый, они желтые. Нет, нет, белый, белый. Он как? Вот это-то есть. Сыр желтый, бёрдый, как вот сырыш. Солугу, да, такой. Как брынза. Вы езжете сулугуни? Да я никакой не хочу. Я сказал, Володя, даже не бери больше. Творог и... Что там творог? Там кальция много больше. Вам нужно это. Отличный сыр прям я... Вот вам нужно это. Это очень полезный продукт. И не будете... Настоящий сыр и устину делают хорошие. Очень хорошие. И для пищеварения там... 400 рублей килограмм. Мягкие, мягкие очень. Довольно-таки. А здесь он продается 230 сель. Вы рыбу, который нам голову даете? Вы голову покупаете или целиком рыбу? Голову отрезаете? Ну, в рыбке. Целую рыбку я покупаю. Да нет, я там... Целую рыбку покупают? А отдельно голову не продают такие? Нет. А то бы мы купили по дешевке. Вам голову... Вам голову нужно? Да, да. Мне так рыба не нравится как голова. Я поеду, кошки поеду. Большие готовы. Ну, это... Салманфиш. Так, все, Сереж, давай... Закажем за глаза. Все, давай, закажем. Все, да. Давайте. Молитва поднялась. Без всякого истинного, блажитель Тебя, Богородицу, Приславлаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую, без сравнения, Серафин, Без искления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Игорь Тимович, Милосердный Создатель, Любящий наш Отец Небесный, Мы предстали перед Твоим величием Воздать Тебе должную хвалу, Но мы не в силах это сделать. Прими наше такое для питания. Мы желаем отблагодарить Тебя, Какие прекрасные дни даровал Вам Господи. И просим Твоего благословения На патриарха, епископов, священников, На правителей мира. Всем даруй духовное рождение, Чтобы жить по заповедям Твоим И не дружить с этим миром. И упокоившегося Виктора, Благослови, Господи, Принять в обители небесное, Проведи ее по мытарствам, И нас распусти с миром, Сердца исполни благодарностью За все, что Ты даруешь нам, Дабы мы искали не свое, А Твою волю исполнить. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, прими нашу молитву, Воздиание рук, как жертву вечерней, Благоуханию приятной, Перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас во благо нам, Дивный Господь. И нашу молитву прими о всех, Западыших нам молиться о них. И провели милости на врагов. В судный день не помяни их безумия и гнева, Исправь их на достатный евангельский путь. Помоги нам совершить то поприще, Которое нам назначил, Чтобы мы все оказались с Тобой в вечности, Во царстве Твоем. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушать и дослышать раб Твой. Господи, слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо.